Как вы думаете, как вы думаете, как вы думаете? Рок — это что-то подвальное, потому что у некоторых вот такое представление, horrifying — это коридор в определенном стиле. Я для себя всегда искал просто хорошую музыку, потому что я её находил в разных стилях. Я прекрасную музыку находил и в джазе, и в роке, и в металле, и в разновидностях металла, потому что там огромное количество разных стилей. и готика, и трэш-метал, и что угодно, и пауэметал. И везде есть хорошая и плохая музыка. Поэтому я для себя, что я слушаю, что я сочиняю, что я играю, никогда не пытался сочинять в определенном стиле. Поэтому я в своей жизни перепробовал играть практически все. Моё образование начиналось с классики, через эстрадное джазовое отделение, было тогда в музыкальном училище. Я прошел через джаз и пришел к року, потому что просто рок-металл – это моя энергия. Мне кажется, это вообще обратный процесс. Вы представитель процесса обратного, обычно от рока. Нет, я не уверен. Я думаю, что у каждого этот процесс по-разному идет. И мне как раз классическое образование, оно у меня началось с шести лет, очень сильно помогло в роке. И вот то, что я совмещаю сейчас и оркестр, и роковую группу, я думаю, что без музыкального образования это невозможно было, потому что расписывать ноты оркестру. Этому нужно учиться. И в сольных альбомах, таких как Majesty and Passion, последний мой сольный альбом, принимало огромное количество джазовых музыкантов. И это был очень веселый джем-сейшн в студии с оркестром. И 14-15 музыкантов из разных стилей. И заядлые металисты из Америки, и джаз-мэн, и классики. Все дружно мы кайфовали, играя музыку. Это был фьюжн именно такой. То есть это была довольно жесткая основа с классическим, с камерным таким оркестром-оранжировкой. И с джазами, импровизациями сверху. Ну ведь джаз такой любимый вид музицирования у многих, потому что он весь построен на импровизации, в отличие от рока. Рок — это все-таки рамки и четкое следование своим партиям. Ну да, тут трудно сказать, что лучше, что хуже. У каждого стиля есть свои минусы. Никто не ставит клейма «лучше или хуже». Да, тут я думаю, что самое главное — найти для себя то близкое ощущение, то понятное ощущение, натуральное. Потому что самое главное — не устраивать театр на сцене, не играть, не стараться куда-то принадлежать, куда не принадлежишь. Самое главное — делать это искренне. И поэтому, наверное, я вот на какой-то металлической базе остановился, потому что эта энергия на сцене — это именно моя энергия. Мне это очень нравится. Хотя я очень люблю моменты использовать в разных стилях. История такая жестокая штука, да, вообще история в своем развитии. Сколько уже жанровых ответвлений выходило из недр классики той же самой, да, я не знаю, джаза, рока, и большая часть из них умирала, и были волны вообще такие, да, исторические волны прям целыми десятилетиями. И вот была такая волна трэша, например, да, волна Харта, да. Ну, Харт еще начинался, я так понимаю, с Led Zeppelin, с тех времен, да, с The Pearl, да. Харт постепенно это все сходило на нет, да, это заменялось чем-то другим. Это не... это живой жанр? Я думаю, что тут идет такой круговорот, то есть все куда-то пропадает и возвращается. Это как мода, это как... как и техника, потому что как бы, допустим, если взять автомобиль, он постоянно развивается, и все равно появляются какие-то новые любители оллтаймеров, и покупает старые машины, и кайфует. То же самое, я думаю, и в музыке. Вот все говорили, что пластинки мы похоронили, появился CD, сейчас говорят, что CD похоронили. Все идет в цифру. А последние годы показывают, что опять пошел наплыв пластинок. Покупают, слушают, покупают проигрыватели опять, и идет какой-то возврат. Я думаю, что в музыке то же самое, как и в классике. Ушли от барокко, пошли дальше, там, ушли в какой-то авангард, который тоже потихоньку пропал. Опять вернулась любовь в классике. Это видно по классическим фестивалям, какие произведения играются, какие опять почему-то всплывают, давно забытые. Я думаю, что с тем же хард-роком то же самое. Я думаю, что мы подождем, может быть, лет 10, и он опять всплывет. Ну, я понимаю по поводу хард-рока. Да, хард-рок — это такая штука, где четко выигранные партии должны присутствовать. Это риф, это мелодическая канва. Что касается дальнейшего углубления туда, в тяжельняк, то у меня, например, столько ощущений, сколько я слышал, сколько я слышал, и сегодня, например, показательный момент. Для многих музыкантов это такое удовольствие, которое можно делать, не научившись это делать. То есть побольше фуса, побольше примочек, колбась по струнам, и на этом кончается музыка у них. Вам не кажется, что это несколько принижает жанр? Я бы так не сказал, потому что есть жанры музыки, которые чисто логически с технической стороны трудно оценивать. А я не технической, извините, что я вклиниваюсь, я не технической. Но представьте себе, что человек вышел играть традиционный, скажем, черный блюз с таким же подходом. Га-га-га по струнам, без примочек. Это же мимо кассы, что называется? Ну да, но точно так же говорят и о блюзе, когда Джон Ли Хукер там сидит и на одном аккорде что-то играет такое, и фальшиво подпевает. Некоторые тоже говорят, что это трэш, хотя это вот его ощущение мира музыкальное такое. Я думаю, что у многих там трэш-метал, спид-метал, точно даже гил-панк, у них совершенно другое восприятие музыки. Это другая энергия, то есть они не стремятся играть технически, они не стремятся вообще преследовать какие-либо правила. Они создают обстановку. И я думаю, что имеют полное право на это, потому что мы видим, что перед сценой находится огромное количество людей, которым это нравится. То есть идет какой-то обмен энергии со сцены, за этим залом и обратно. И это, конечно, может кому-то нравится, не нравится. Я тоже не очень люблю слушать, которые чисто с профессиональной стороны мне тяжело воспринимать. Но, скажем так, с годами я тоже пришел к такому мнению, что это, наверное, тоже нужно кому-то. А если на это есть спрос, почему нет? То есть если это кому-то доставляет удовольствие, радость, ради Бога. Музыка, я думаю, это как раз именно такой вот обмен чего-то приятного, интересного, грустного, агрессивного. То есть это метод выражения, и он находит своих слушателей. Я зацепился за Джон Ли Хукера, я его очень люблю, и зацепился правильно. Знаете почему? Потому что я хочу у вас, попытаться у вас выяснить вот какую штуку. Ведь когда я говорил, вот вы меня сами натолкнули на расшифровку своего собственного вопроса предыдущего. То есть я, помните, говорил, что побольше примочек, колбась по струнам, и это сойдет за музыку. Вы сказали про Джон Ли Хукера. Точно, совершенно возможно. Викинг вообще там все в ля, да, играет, например. И одну ноту держит, но красиво держит. Вот в чем дело. Для этих людей, мне кажется, для многих людей, которые подвязались, молодых людей, которые подвязались на Ниве, там, трэша на Ниве, хардешника такого, металла вернее, для них эти звуки, эта мощь, эти децибелы заменяют харизму, которой у них нет. Нет, пытаются заменить этим харизму. Ведь если из человека прет внутреннее содержание, и ему есть что сказать, тогда можно и хоть на одной струне сидеть играть. Ну, не обязательно. Потому что правильно использовать электронику, правильно использовать те же дисторшн, там, педали все эти, это тоже не так все просто. Я очень часто вот играл на разных гитарных фестивалях, где и классические музыканты были, и джазмены. И иногда устраивали мы такие джемы, где джазисты играли на моей аппаратуре и использовали весь этот high gain, и не могли играть на этом. Они не могли это контролировать, потому что этому тоже нужно учиться, это тоже нужно уметь. И это я считаю, что, чтобы о чем-либо судить, нужно очень серьезно в этом разобраться. И поэтому я не люблю, допустим, когда музыканты бросают какие-то реплики в сторону джаза, это какие-то там миллион каких-то кривых нот, и непонятно, что они играют, и все им оказывается. Нет, потому что они просто не понимают вообще, что за фразы там, какие аккорды. Чтобы понимать, откуда это кривое соло появилось, нужно понимать, что это соло лежит на определенной гармонии. И если ее не слышишь, если ее не понимаешь, то кажется, что все криво. То же самое, скажем, в том же трэше, иногда там есть свои очень непростые законы, которые слушаются, может быть, и не очень всем логично и приятно, и раздражают. И в то же время это не так просто, потому что есть огромное количество музыкантов. Допустим, я приглашал на запись барабанщиков, которые прекрасные барабанщики, джазовые, фанковские, с прекрасным чувством ритма приезжали в студию играть, и мне нужно было там дэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн, дэвлбэйс такой сыграть, сложный, ритмичный, металлический. Они даже близко его не могли повторить. То есть это стилистика определенная, и это нужно понять и прочувствовать, чтобы говорить плохо или хорошо. Никто никогда, я во всяком случае клейма ни на ком не ставлю. Ну просто, знаете, слышно. Вот история мне пришла в голову, я вспомнил такую историю. Когда-то журналист брал интервью у Пикассо, и как-то ему так сказал, что типа, ну чувак, так любой ребенок и я нарисовать могу. Тогда Пикассо взял лист, взял пастель и нарисовал классическую греческую голову. К тому, что школа у чувака была, и он базировался в своих штрихах, в своих картинах экспрессионистских на школе. Вот, а вы говорите, что нельзя никому говорить ай-яй-яй. Слушайте, ну если человек выходит и не просто школы не имеет, если у него нет харизмы, как минимум, да, это же не пробивает. Нет, дело в том, что если он... Извините, у музыкантов есть такая фраза, на ухо не ложится. Да-да-да, нет, тут есть разница для меня, допустим, разница. Если музыкант не стремится доказать, что он крут, а просто это делает в удовольствие, если он... Если ему нечего сказать, мне кажется, так. Если он не пытается войти в этот профессиональный круг общения, а просто делает музыку для себя и есть у него слушатели, то в этом ничего страшного нет. Если, конечно, музыкант, который тяжело три ноты связать может, и старается себя сравнить с какими-то легендами, которые на самом деле знают толк в каждой ноте, то это зря. Это естественно. То есть есть профессиональная оценка, а есть просто чисто... Почему, допустим, попсовая музыка, которую я лично очень не люблю, такая популярная? Потому что масса не особо хочет вдумываться и понимать серьезную музыку и в ней копаться. Они просто хотят иметь какой-то шум. Мне кажется, что это инструмент, при помощи которого так и воспитывают. Ведь давайте вспомним конец 80-х, когда был взрыв такой, когда андеграунд поднялся. Я часто говорю на эту тему, и не только на эту. В качестве примера. Взрыв. А потом включили тумблер, появился «Ласковый май» и пошло по накатанной в самый низ. Конечно, воспитание. Уже 25 лет воспитали так, что никто и слушать не будет сейчас Рихтера. Да, но это как и в любой другой области. Это не только мы говорим о музыке, мы говорим о обычном школьном воспитании в любой области. Да, но согласитесь, в литературе несколько иного. Трудно сказать. Я когда вижу тех литераторов, которые упорно пишут сейчас в интернете, все эти интернетовские магазины, это просто кошмар. Люди не могут фразу выпрямить ровно. Это просто кошмар. То есть пишется им на языке, даже не знаю, как сказать, чтобы никого не обидеться. Ну, что там обижать, то это понятно, что масса людей... Еще помните, 10 лет назад смеялись над этими клипами, когда американцев задают вопрос, где это находится, а что это такое, они не могут ответить. И потом появляется Света из Иваново, да, через некоторое время, и до свидания. Более лучше, мы не знаем, где находится, не знаю, какой-то город российский. Это образование, как и в любой другой области, это очень тяжелый процесс. И, к сожалению, все это образование часто уходит в коммерцию и бизнес. Но ведь вы тронули тему попсы, но ведь это уничижительное слово появилось в России. Там это просто называется поп-музыка, там, по-моему, уничижительного слова нет. Там есть выдающиеся экспонаты, например, покойный Майкл Джексон, да, это выдающаяся поп-музыка. У нас просто этого нет. У нас нету подобного рода проявлений поп-музыки. Я не знаю, есть ли у нас подобные проявления в трэше, да, потому что, ну, в роке, странно, в этом словосочетании русский рок есть проявления замечательные, да, там, масса людей, которые... Я думаю, что есть у нас интересные группы, и на самом деле профессиональные, и если так вообще глобально об этом стиле говорить, есть очень-очень интересные группы из трэша. То есть некоторые, скажем-таки, экстремальные стили мне тоже не всегда близки, и я их, может быть, и особо не слушаю, но есть группы на очень профессиональном уровне. Вы работали с западными музыкантами, я читал о вас, да, вы работали там. Скажите, как подходы отличаются в этой музыке, потому что о джазе мы много говорили, но вот в этой музыке подходы отличаются. Ну, рок, там, наверное, более профессиональные, потому что школа рока намного... Ну, это там родилось все, понятно. И там определенная такая культура уже многие годы развивается, и концерты определенные, и определенная пресса, и определенные школы уже есть, которые как-то развивают определенные стили. Поэтому общий уровень может быть чуть-чуть повыше. У нас, если говорить о роке, о металле, очень много таких компотов из разных стилей, и поэтому иногда они не попадают ни в какой стиль. То есть поэтому и на западе не очень легко им пробиться, потому что просто производители не знают, куда их, какую шуплятку их сонуть. В нишу, в нишу, в нишу, в нишу, да. Хотя музыкантов по уровню, если бы так сравнивать, у нас уровень не ниш. У нас уровень великолепных стилей. В плане исполнительского мастерства нет, конечно. Ну, у нас просто нет, не было никогда здесь такого рокового профессионального бизнеса. То есть есть группы, которые стали очень популярны, но всё равно производительских фирм, которые вкладывали деньги музыкантов, там устраивали поддержку какой-то, какую-то правильную рекламу, то есть пока такого нет. А это растит музыкантов, конечно. Поэтому пока-пока непросто. И самое обидное, что всё-таки мало обмена музыкального, мало интернациональных тусовок. Вот это очень жалко, потому что на этом учишься очень много. В фестивале мало очень. А в фестивале это самое интересное для музыкантов. Зато очень много виртуального единения. Ну, это не то. Это совершенно не то. Согласен. И это даже невозможно сравнивать. Это совершенно мне лично не интересно. Скажите такую штуку. Да, у нас ещё один вопрос, и на этом закончим. Вот то разнообразие стилей, в котором вы существуете, в профессиональном смысле. Говорят же, что лучший отдых – это перемена занятий. Для вас это тоже так. То есть вы отдыхаете, переходя из джазовой, из фьюженовой среды, среду трэша, металла и так далее. Это как происходит вообще, скажите? Это по расписанию или по велению? Нет, у меня просто это происходит так не запланированно. То есть я слушаю совершенно разную музыку, в зависимости от настроения. И участвую в разных фестивалях, именно с разной стилистикой. И вот это смешивание стилей для меня – это подпитка идей очень хорошая. Потому что иногда в тот же жёсткий метал я вставляю какие-то элементы джаза, классики, и это расширяет мой круг именно идей. Поэтому я постоянно в чужом жанре ищу какую-то новую энергию для себя. И этот фьюжен разных стилей мне помогает развить мой стиль, который довольно жёсткий, но там появляются какие-то новые краски благодаря другим стилям. И это для меня отдых тоже, потому что иногда, возвращаясь после шестинедельного тура с группой, каждый день концерт и отдача по полной, два часа каждый концерт длится. И потом я приезжаю на какой-то жазовый фестиваль, и сплошная импровизация, то есть переключения происходят, и это для меня отдых. Спасибо. Не за что. Вам спасибо.